Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите Можисплей канал, и давайте-ка вместе с вами заценим довольно занимательную, по крайней мере лично для меня, игру под названием Banner of the Maid. Игра вышла еще где-то около года назад, но она тогда вышла исключительно на китайском языке. Ну, тут в принципе не мудрено, потому что разработчики этой игры как раз-таки некая Azure Flame Studio, и она, собственно, состоит из китайских разработчиков. В принципе, чем эта игра меня привлекла в первую очередь? Ну, наверное, своей жанровой принадлежностью, потому что это такая вся из себя восточная пошаговая тактика с присущей ей, естественно, восточными всякими механиками. То есть это у нас не только пошаговая тактика, это еще и частично визуальная новелла с кучей текста, с кучей персонажей в таком вот японском манго-стиле, который вы знаете как аниме-стиль, да? И в принципе, ну, давайте вместе с вами заценим, потому что визуально и по геймплейным роликам, которые я смотрел на ютубчике, мне игра очень сильно напомнила классические такие восточные пошаговые тактики, в основном японские, наверное, как Langrisser, или как ее на западе знают, как Warsong, ну, возможно, еще напомнила мне такие игры, как Front Mission, ну, и же с ними. То есть чисто сугубо японские или-восточные пошаговые тактики. Так что давайте начнем новую игру. Игра, как вы видите, добралась до европейского рынка, так сказать, вышла на английском языке, ну, а русском вообще я молчу, ну, поэтому давайте попробуем поиграть. Так, у нас два уровня сложности, точнее три даже. Типа режим истории, где сражения, наверное, будут скипаться. Ну да, скорее всего, так и есть. Дальше режим офицера, то есть вы можете сохраняться где угодно, даже во время битв. Если вы отступаете, то у вас не будет никаких штрафов, вы начинаете игру с малым количеством ресурсов и репутации. Ну, окей. Написано, что этот режим отлично подходит для первого ознакомления. Ну, и режим генерала у нас есть. Типа вы можете сохраняться в битвах только лишь раз. Если вы будете сваливать с поля битвы, то у вас будут большие штрафы. Я не знаю, какие, наверное, денежные, что ли. И вы не будете начинать игру с, там, экстра бонусами какими-то. В общем, для тех, кто хочет челленджа. Ну, давайте мы чисто в рамках ознакомления ознакомимся с игрой в режиме обычном, нормальной сложности. И посмотрим, что вообще это за игра-то такая. Визуально она мне, если честно, приглянулась. Как сказал, напомнила, какой-то Front Mission, или же Ancient Empires, или же Warsong. Таких пошаговых тактик много. На самом деле, я лично с пошаговыми тактиками познакомился как раз-таки благодаря игрушке Langrisir. Ну, или на западе ее знают как Warsong. Так. Что происходит у нас? Я вижу, у нас тут такая некая викторианская эпоха. Или что это? Эпоха наполеоновских войн. Ну, очень напоминающая, по крайней мере, визуально-то солдаты. Продюсер Борис Хо. В смысле Борис? На визуальном стиле вы сами видите. Такой вот у нас визуал будет и в игре. Собственно, сейчас у нас какие-то кат-сценки даже происходят. Не знаю. Но пока никто ничего не говорит, пока текста никакого нет, я думаю, можно поболтать, да? Думаю, тут и так понятно по именам разработчиков, что это реально китайцы. Всякие Женги, Янги и же с ними. Ну, выглядит довольно игроприятно, кстати. Визуал вот очень хороший. Это довольно качественный пиксель-арт. Баннер of the Maid. Ну, глянем, глянем, что это за игра линая такая. Пролог. Ночь в Варенце. Подкрепление. Можно будет вызвать подкрепление. Прикольно. Лето 1791 года. Варенц, Франция. Да, это все-таки что-то типа аналогии, как я вижу, на наполеоновские воины. Ну, тут реально Франция. Еще и год какой-то дали. Блин, да что, типа псевдоисторическая игра? Так, Варенц не так уж и далеко. Вы уверены, что король там? Я могу только надеяться, чтобы это было правдой. Иначе король Франции может быть уже на территории другой страны. Будьте бдительны, Маркиз де Лафайет. Если мы не вернем короля, вся страна завтра может и не проснуться. Франция не может позволить королю отсутствовать в такой ответственный момент. А чем же, черт подери, король думает? Мы же не можем же... Не может же он просто взять и остаться у себя в два дворца. Камте де Мерабья, может быть... А, то есть он спрашивает, типа, Камте, вы оправились от вашей болезни? Вам стоило остаться в Париже и отдыхать? Ну, вообще-то я тот, кто вам предоставляет разведданные. Конечно, у меня есть ответственность за вашу компанию, но солдаты, они все здесь. Я думаю, это Горде Нашионали. Армия роялистов. Они, должно быть, пришли здесь, чтобы поджидать короля. Ну, тогда я рассчитываю на вас. Я не особо опытен в битвах, поэтому оставлю все на вас. Наши действия ночью могут изменить судьбу всей Франции. Маркиз де Лафаэд. Пожалуйста, найдите короля. Он где-то должен быть там. Не беспокойтесь. Лучше поберегите силы, чтобы разузнать, кто все-таки преследует короля. Так, может быть, мы все-таки поиграем? Так, благородная женщина. Ну, что же это тут за звуки? Тут драка сейчас будет. Так, поехали. Так, противники засекли нас. И вот он, стражник на мосту. Ладно, двигайся к противнику. И атакуй его. Нет никакой пощады предателям. Так. Подожди, он на китайском говорит? Че-то я не понял. Так, стоп, 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 стоп. Нет, назад. Он говорил на китайском или мне показалось? Странно, француз говорит на китайском. Жесть. Так, давай двигаться. Мы можем сейчас, наверное, атаковать, да? Атака. Стандарт кавалерий сворд. Давай. Йоо! Ооо, защитим! Блин, это лангрессер, ребят. Это тупо лангрессер. Но там так же было. То есть у нас солдатики в одиночном экземпляре ходят по полю битвы. А уже потом, когда начинается сражение, собственно, у нас уже бойцы в больших количествах начинают меситься. Это тупо лангрессер. Ну, или же варсонг, опять же, да? Кто как знает эту игру. В Японии ее знают как лангрессер. Так, противников больше нет на входе в мод. Эм... В город. Надеюсь, король все еще там. Вперед, бойцы! Но мы, кстати, не можем атаковать. А как далеко ходит противник? Можем посмотреть? То есть мы можем тупо подождать. Он сам подойдет к нам? А, я понял. Не так-то все и просто. Ну ладно, пошли. А мы не можем атаковать, да? Мы только по... Я понял. Что за предметы? Никаких предметов нет. Ну, ждем. Ну, сейчас противник, естественно, подойдет и будет нас атаковать. Ну, логично. Ну, естественно. Моя уловка не проканала. Я думал, он сам когда подойдет, а потом мы его первым атакуем. Но, к сожалению, нет. Попадется потерпеть. Да, атакуйте. Мне, конечно, странно то, что они на китайском разговаривают. Тут у нас Франция какая-то такая, да? Времен наполеоновских войн. А у нас тут все... Кайчо, поча-ча-чла. Ну, я вообще не хао. Единственное слово на китайском, которое я знаю, это не хао. Так, ну, я сейчас меня должна атаковать и отъехать, по идее. У них 6 кп осталось. Ну, мы, конечно, тоже побитые. Да, отъехали. Реалисты охраняли эту повозку. Давайте осмотримся. Так, есть некоторые зоны, к которым нужно подойти. Они отмечены желтыми ячейками. Ну, понятно, логично. Блин, эта игра вот реально, это либо Ancient Empires, которая вот на мобилках выходила под управлением Джавы, либо это вот Сеговская лангриссер. Серьезно. В смысле меч. Так, не понял. Так, мы должны сюда подойти. Ну. Героик. А зачем? Не, ну я могу атаковать повозку, но мне надо, наверное, просто ждать. Ну да. Как ей передавал наш посланец. Это как раз-таки та повозка, на которую увезли короля. Так, я попробую разыскать короля. Так, ты можешь отдыхать. А, точнее, он говорит, типа, я оставлю поиски короля на вас. Ну, мадам, пожалуйста, выходите. Так, я ожидал. Она как раз-таки была той, кто оставалась в этой повозке. Ну, мисс, вы же понимаете, что сейчас с вами может случиться? Его Величество в этом городе, и Маркиз де Лафайет найдет его рано или поздно. Пожалуйста, возвращайтесь в Париж вместе с нами. Ну и что же может случиться с моей семьей, когда мы вернемся в Париж? Документы, которые оставил Его Величество, подтверждают, что он предал свою страну и свой народ. Вас будут судить, как только вы прибудете в Париж. Для Франции в этот момент предательство это... Чего? Ох, какие тут сложно... Китайцы, вы серьезно решили такими зумными словами написать на английском языке? Жесть. В общем, Франции сейчас не время показывать свои слабые места для других стран. Типа, если все узнают, что у вас внутри происходят козни, то на нас будет легче напасть. Вот это он имел в виду. А что же случится с моими детьми? С будущим королевской семьи? Ваши дети... О них позаботятся, вы не переживайте. И мы не прекратим род королевской семьи. Но в текущей ситуации... Их жизни будут судиться также по закону. Так, не сопротивляйтесь, мадам. Мы хоть и понимаем, что вы королевской крови, но за себя не ручаемся. Чего? Какой-то синий кристалл пробудился. А, кажется, вы... Есть тут персонаж, которого мы искали? Сима? О чем это вы? Я здесь не ради короля, а мисс. Я ищу способности, которые вы как раз-таки в себе и таите. Короче говоря, это не псевдоисторическая игра. Это как раз-таки, ну, просто бэкграунд взят здесь вот это французское, да... Революция или что это тут происходит, я даже не совсем понимаю. Ну, вроде как буржуазная... Одна из буржуазных революций, вроде, здесь сделала. Она взята здесь как бэкграунд. Самая игра, как я вижу, с какими-то паранормальными способностями, ну, с магией там и так далее. Так. Все, что я могу сказать вам, может вас немножечко шокировать. Но, пожалуйста, послушайте внимательно. Перед тем, как ответить на мой вопрос. Это не только о будущем этой страны. Кажется, короля нашли не самый лучший момент. Слушайте внимательно. Блин, это наполовину визуальная новелла, ё-моё. Это был самый интересный момент в моей жизни. Я сбежал... Я избежал смерти. И в моих руках был ключ, чтобы изменить будущее этой страны. Вот это было наследие, которое... Длилось тысячи и тысячи лет. И передавалось из уста в уста, из легенд в легенды. Женщина, которая... Была этим легендоподвержена... Ей, в общем-то, не очень повезло. Блин, ребят, если честно, я не лучший переводчик, но я стараюсь как могу. Вольный перевод. Я надеюсь, действия не будут слишком долго в моей памяти оставаться. Надеюсь, когда-нибудь наступит момент, когда Франция будет мирная и стабильная. Ужас какой-то. Пятью годами спустя. Где-то на окраинах Тулона. Франция. Молодая девушка. Мне кажется, мы за нее, кстати, сейчас и будем играть вроде как. Ну, потому что она была у нас в головной менюшке. И на иконке игры она тоже красуется. Так, вы говорите, что похищение короля это был, собственно, фальшь. Ну, если бы народ узнал о том, что короля пленили, все могло быть еще хуже. А, это просто история. Я ее услышал, когда был пьяный. Я рассказываю эту историю вам, моя молодая леди, потому что мне слишком скучно просто кататься в повозке по дороге. А, так это была всего лишь история, говоря о которой, ну, я слышал о нескольких похожих. Но женщина, которая изменила королевскую семью, действительно может существовать. После ее вмешательства произошли весомые события в жизни королевской семьи. О, молодая леди, вы действительно верите в так называемую вещь, как мейд? Ну, мейд это переводится, если честно, на русский язык, оно вроде переводится как мейд, мейд, мейд. Это как горничное вроде. Ну, возможно, здесь заложен в этом слове, видите, в кавычки взято. Возможно, здесь другой смысл заложен. Я, если честно, не знаю, как это правильно перевести. Давайте просто назвать это слово мейды. Ну, если погуглите, то оно переводится как горничное. Ну, типа того. Ну, в общем, эти горничные, они были рождены, чтобы спасти нашу страну, то есть эти мейды. Ну, я не уверена. Специальные тесты надо провести. Молодая леди, а как вас зовут? Паулины. А, очень редкое имя. Вы не парижанка, не так ли? Нет, я из Корсики. А, это у нас острова. О, как интересно. Когда я был молодым, я служил вместе в армии, и мы отправились на Корсику. Ну, кстати говоря, об этом. Неважно. А что вы хотите поговорить? О, так мы можем? Я не хочу ничего говорить, я хочу поиграть. Игра, пожалуйста. Ну, понимаете, я люблю визуальные новеллы, но не сейчас. Ну, если они, конечно, на русском языке, тогда нормально. А когда на английском... Прям больно это все переводить, мозги напрягать. Я ленивый, чтобы могли напрягать. Так, ну, в общем, успех на нашем поле битвы, защищая нашу страну, мы присоединились к армии не просто так. Но когда мы действительно ринулись в гуще событий на поле боя, это была совсем другая вещь. Тысячи людей, они либо выживали, либо умирали на поле битвы. Ну, потому что мы принимали решения. Ну, как кто-то может взять на себя такую ответственность? Ну, я не знаю. Я не знаком с военным искусством. Однако, видите ли... Являетесь ли вы членом корольской семьи, или просто обычным работягой, вы все равно можете ли управлять своей судьбой? И, судя по моему опыту, судьба, ну, знаете, судьба не дает вам много выбора. О чем вы думаете, молодая леди? Чтобы не совершать ошибок, хотите ли вы изменить свою судьбу? Конечно, нет. Ну, ладно, хватит болтовни, мы уже рядом с Тулоном. Да, похоже, моя поездка здесь заканчивается. Личность, которая меня ждет, должен быть где-то рядышком. Ну, тогда давайте прощаться. Если вы навестите меня как-нибудь... Если вы будете в Париже, навестите меня когда-нибудь. Я еще и вам парочку историй расскажу. Спасибо. И у меня будет пара слов перед тем, как вы покинете эту карету. Ваши навыки рассказывать историю могут сослужить хорошую работу. Пожалуйста, приготовьте свою речь более убедительной в следующее время, когда мы встретимся. А, это первый раз, когда у меня была такая умная аудитория. Так, это был первый раз, когда я увидел Паулини Бонапарт. А, Бонапарт! Точно, я забыл, я не прочитал ее вторую, ну, как бы... Как это называется, по-моему, фамилию. Ну, когда мы встретимся снова в Париже... Подожди, Паулини Бонапарт? Это не дочка ли Наполеона Бонапарта? Или она, может, из семьи Бонапарта? Короче, это просто... Аналогия на реально существующий мир. Тут же у нас какая-то магия, история есть. Не думаю, что это прям именно реально историческая игра. Так, ну и где-то чувак, который должен меня подобрать. Я не видел брат... А, брат Наполеон, понятно. Ну, я не знаю, является ли это игрой исторической или псевдоисторической. Но больше я склоняюсь ко второму варианту. Так, новости о его военном деле на поле битвы. Ну, я и так сушила время от времени. Когда война началась, мирных граждан эвакуировали. Оставили только один беспорядок здесь. Люди просто хотят мирной и спокойной жизни. Но из-за войны этого ничего у них нет. Так, ко мне никто не вышел. Возможно, я пришла не в то место. Опа, бомбардировочка пошла. Артиллерия? Ну, на такой же дистанции. Она ж очень близкая. Проклятие! Это вражеские войска. Они уже так далеко продвинулись. Мне надо найти место, чтобы спрятаться. А война будет? О! Понеслась. А, ну в смысле война. Ну, вы поняли. Леклерк. Ой, а эта молодая леди разве не туда побежала? Может быть, это сестра Бонапарта? Слышите меня, мадемуазель Бонапарт? Не отвечает. Значит, надо обыскать всю эту зону. А кто это такой там по улице орёт? Он же приведёт к нам прям противников. Он что, тупой? Возможно, это именно тот, кого отправил ко мне мой брат. Может быть, мне с ним объединить силы и свалить отсюда? Ладно, тем не менее. Надо обыскать здание вокруг меня. Возможно, что-то мы там можем найти. Блин, это вражеские разведчики. Просто группа разорённых солдат. Надо их победить перед тем, как начать поиски мадемуазель. Понятно. Так, преимущества. Так, вы можете получать криты. Преимущества и непреимущества, понятно. Леклерк, шевале. Это лёгкий пехотинец. У него преимущество против лёгкой пехоты. Но против тяжёлой кавалерии он, в принципе, ничего не может делать. Я понял. Так, тебе надо пойти сюда, пойти что-то обыскать, да? А, это экспериментальный мушкет, мушкет хлебушек. А там что-то валяется. Ты не можешь это подобрать, что ли? Давай просто wait. А, ну да, видите, это военная шапка. Ну, шляпа одного из солдат. И в ней дырки от пули. Кажется, линия фронта продвинулась к этому городу. И порт ещё оккупирован британскими судами. Ситуация не очень оптимистична. Не знаю, как много солдат уже пожертвовали своими жизнями на поле битвы. Но я возьму её с собой. Если я найду кого-то дружственного, будет проще, если он меня узнает. Трофей. Паулини получила... В общем, порванную шляпку. Так, ну поехали. У тебя преимущество вроде как против них. Так что давай. Винтовка. О, это тоже, чего я в эту игру хотел поиграть. Давай, вперёд, бойцы. Как раз-таки я хотел поиграть именно ради пешага тактических боёв. А не ради визуальной новеллы. Я люблю, конечно, визуальные новеллы, но не на английском языке. Так, ну они мне тоже, смотрите, 3 хп снесли. Так, ну мы за 2 шота, короче говоря, убиваем их. Я понял. Ну, в принципе, они могут справиться. Так. Территория. Поле битвы задерживает в себя различные участки территорий. Некоторые могут повышать или понижать ваш шанс уклонения атаки. А, ну это понятно. Тут надо смотреть, типа, что из-за территория. Да, типа, вот снизу характеристики пишутся их. Типа, плюс 10 додж, додж минус 15. Да, типа, это какая-то вязкая, ну, типа, вода. И мы можем получить преимущество или, наоборот, дебафы территории. О, это корзина с цветами. Они уже потрепанные. А что тут рядом? Мертвое тело? Да, это, кажется, гражданский, который не успел эвакуироваться. Ладно, нет времени для сентиментальности. Надо продвигать, надо дальше продвигаться. Трофей. А мы можем что-то с ними потом делать, да, наверное? О, это что, тут целые характеристики? Нифига себе тут. Более детальную информацию можно о каких-то вещах получить. Вот affected by status. Ну, окей. Не affected, так не affected. Так, ну чё? Давай сюда подойдём. И подождём. Они сами подойдут, а у них там не будет преимущества. То есть они на плохой земле стоят. А мы на нормальной. Хотя мы всё равно десятку сносим за выстрел. Маловато. Так, мораль. Если вы раните или побеждаете противников, это улечит вашу мораль. Гереческая атака повышает ваш урон. Ну, понятно, то есть бафы можем получать. Так, давай добьём. О, гереческая атака, давай. Хотя, на самом деле, лучше было, наверное, потратить это потом. На плюс два урона, кажется, мы сделали. Неплохо. Так, по улине, иди сюда. Кусочек штандарта. Не так давно я сражалась с моими товарищами под этим штандартом. Солдаты сражались под моим началом. И оттеснили противника. Но большинство из них умерло. Были ли мои лидерские качества хороши? Так, трофей. О, флаг Франции. Ва! Ле Франсюэ. А этот чувак нас ещё просто ждёт, или что я не понял? Так, предметы. Вы можете... А, кстати, да, мы же можем пополнять свои хп-шки. Сейчас мы сюда подойдём. А этом... Хлеб. Да, мы же можем хлеб завязать и похилиться. Отлично. Так, мы сюда подошли, всё. Теперь надо подойти до второй территории. Развали чувака. И миссия будет завершена. А, смотрите, подходит, подходит всё-таки. Сидел, ждал нас. Вот крыса. Но он урона нам мало даёт. В этом наше преимущество. Хотя мы тоже не особо много. Это какой-то жирный чувак. Не просто разведчик. Это егери какие-то. Да, они пожёстче. Давай мы, знаешь, что сделаем. Подойдём сюда. Атакуем. Ну, кстати, там ещё вроде эти... Видели заряды из винтовок? 9 из 14 было. То есть чисто теоретически мы можем даже наши заряды потратить и просрать. Жёстко. Так, ну всё, ребят, вы отъезжаете. Три хп нам сняли и на этом ваши полномочия заканчиваются. Всё, готово. Так, ну теперь нам надо просто дойти до конца. Мы отъезжаем. Мы отъезжаем. Мы отъезжаем. Не были мадемуазель Бонапарт? А, так это, возможно, тот парень, который кричал по улице. Извините. Вы с случаем не знакомы моего брата Наполеона? Я как раз-таки за двоим братцем и приглядываю. Меня зовут Чарльз Леклерк. Ладно. Всё так, как и он описывал. Мадемуазель Паулини. У вас действительно есть темперамент смотреться довольно красиво в этой форме. Это то, что хотел сказать мой брат. Не считая мадемуазель Джозефину, вы... Он о ней... Ой. Он о вас очень много отзывался. Однако... По части того, как вам смотрится эта униформа, это моё мнение. Спасибо. Не так уж и много людей в военной форме, которые разговаривают так мило, как вы, мистер Леклерк. Мужчины или женщины? Все мы просто рождены быть солдатами. Ну, ладно. Хватит разговоров. Нам надо отправиться в лагерь. Бомбардировка. В сторонку, Паулини. Это вражеская артиллерия. Отступай. Леклерк! Ты был такой полезный, наверное, для сюжета. Но так быстро всё закончилось. Французский лагерь Тулон. Битва начнется через четыре часа. Ты всё ещё такой же упертый салат, которого я когда-то знал. Наполеон, это ты? Блин, серьезно, Наполеон? Ну ладно. Китайская версия какая-то. Так, Леклерк говорил, что... Хотел передать тебе сообщение. Не забудьте вернуть его. Мансиер Леклерк. С ним всё в порядке. Да, он как бы сильно ранен, особенно его ноги. Но, тем не менее, он возвращается в Париж, чтобы отдохнуть завтра. Ну, если бы я не была такой обеспеченной, возможно, с ним было бы всё хорошо. Так, ребят, знаете что? В принципе, всё неплохо, но мы тут 28 минут уже сидим. Поэтому, знаете, что я сделаю? Скипну всё. Всё, с вашего позволения, закончу видос. Это вот часть вторая. Мэйд оф Тулон. Хочу в менюшку выйти. Часть атаки тут даже есть. Всё, я хочу просто выйти в менюшку, потому что... В принципе, неплохо. Мне игра понравилась. Я как-нибудь в неё даже, возможно, поиграю. Ну, я не знаю. Ну, может быть, и постримим. Но это дело такое. Я всегда говорю, типа, может быть, мы постримим игру. А в итоге забиваю на неё болт большущий и... И жирный. И забываю про всё это дело. Так, тут всякие погодные условия, дожди. Это всё круто. А как мне... А, на пробел. Так, ну, в принципе... Давайте-ка мы выйдем из игры. И подойдём какие-то промежуточные итоги по этой игре. Баннер оф зе мейт. Что можно сказать из первого, из приятного, из плюсов? Мне понравился её визуальный стиль. Он довольно крутой и довольно красиво прорисован сам пиксель-арт. Дальше. У игры ещё очень неплохо сделаны сами пошагово-тактические бои. То есть, они довольно классические, они неплохие. В них есть очень много глубины. То есть, здесь, видите, и погодные условия всякие есть, и условия территории. То есть, это классическая японская пошаговая тактика. И это круто. То есть, мне нравится сам геймплей. Дальше, что мне ещё, наверное, нравится. Так это её музыка. Ну, она здесь действительно неплохая. Такая атмосферная. Ну, чисто, знаете, такое вот по-восточному хорошее. Вот в японских играх особенно. Это особо сильно в глаза бросается. В всяких JRPG-шках, в таких вот визуальных новеллах. В них у всех довольно классный саундтрек. И который приятно слушать даже в отрыве от игры. В принципе, здесь мне нравится музыка. Какие же можно выделить минусы этой игры? Ну, в целом, не знаю. Наверное, я бы просто, знаете, свой европейский такой взгляд на игру бы сказал. Здесь слишком много текста. Которые здесь и к месту, и не к месту одновременно. Да, я, как сказал, люблю визуальные новеллы. Но не так, чтобы они прям... Как сказать... Были навязанными. То есть, было бы неплохо, если бы они были поменьше, что ли. Да, я как человек, который первый и третий Валькирия Хрониклс проходил, я прекрасно понимаю, что в таких играх довольно круто погружаться в историю. Особенно, которую рассказывают персонажи. Но что-то хочется побольше геймплея, а поменьше текста в таких играх. Или чтобы окружение рассказывало историю. Но это моя личная придирка, поэтому я не буду как-то это в минусы записывать. В целом, игра мне понравилась. Ставлю зеленый палец вверх. Рекомендую всем и каждому с ней ознакомиться. Особенно, если вы любите такие вот в восточном стиле пошаговые тактики. Чисто не европейские, а американские. А именно, восточные пошаговые тактики. Вот японские, в частности. Типа как Front Mission. Типа как Long Reaser. Ну и так далее. Таких пошаговых тактик очень много. Так что, советую с ней ознакомиться. И советую сперва обязательно подписывайтесь. На мой пока что маленький, но не китайский канал. Оставляйте свои колокольчики, которые будут уведомлять вас в выходе новых видео на канале. Лайкайте, комментируйте. Ну и пишите ваше мнение в комментариях. Я все читаю. И там же в комментариях предлагайте игры для рубрики «Мои впечатления». Буду рад всем вашим предложениям. Только ознакомьтесь сначала с плейлистом, да, мои впечатления. И если я по какой-то игре записал видео, то не надо по ней писать... Ну, то есть не надо писать название этой игры, пожалуйста. На этом все. Заходите еще в нашу группу в ВК по ссылке в описании. А у микрофона был Мистер Чейзер. Всем удачи и всем пока, ребята! Бай-бай!